В этом видео расскажем об основных симптомах и причинах возникновения подавленного психического состояния, о способах преодоления и эффективных методов самопомощи. Осенняя депрессия – это сезонное угнетение психоэмоционального состояния. С наступлением холодов многие подвержены стрессом и расстройством. Серые краски после яркого лета способны пробудить в человеке негативные эмоции, что приводит к глубокой хандре. Сегодня огромное число людей сталкивается с понятием осенняя депрессия, и игнорировать этот факт нельзя. К симптомам осенняя депрессия относятся обидчивость, тоска, апатия ко всему, нежелание общаться с людьми, повышенная раздражительность, полный отказ от активного способа жизни, хроническая усталость, потеря аппетита, бессонница или наоборот постоянное желание поспать, а также мышечные спазмы. Стоит отметить, что пропасть, так же как и возникнуть осенняя депрессия, может без особых причин. Причины возникновения осенней депрессии Заметное сокращение продолжительности светового дня также провоцирует угнетенное состояние дожди и пасмурная погода, что вызывает грустные мысли и потерю настроения. Солнце идет на спад, и соответственно выработка гормона меланина значительно увеличивается, что приводит к расстройствам и появлению осенней депрессии. Осень – это именно то время, которое завершает годовой цикл. Многие стараются переосмыслить, оценить, что же удалось достигнуть за конкретный промежуток времени, и особенно тяготит, если так и не удалось отдохнуть в желаемом месте, либо вообще сходить в отпуск. Все это не лучшим образом сказывается на моральном состоянии. Постепенно настроение может стать нестабильным и неустойчивым. В некоторых случаях на место апатии может прийти даже гнев. Плохой сон, проблемы или загруженность на работе могут повлиять на появление депрессии. Постоянное нервное напряжение и усталость – это худшие спутники в холодное время года. Здоровье, физическое состояние человека имеет не меньшее значение. Понижение температуры провоцирует развитие разнообразных инфекционных заболеваний. Из-за отсутствия витаминов значительно снижается иммунитет, что приводит к появлению простуд и прочих недугов. Плюс ко всему, осенью обостряются все заболевания, которые находятся в хронической форме. Соответственно, все это негативно влияет на психику человека. Как справиться с осенней депрессией, как пережить осень? 7 полезных советов самостоятельного преодоления осенней депрессии. Правильный и полноценный отдых. Спите не менее 7 часов в сутки. Ложитесь спать на час или полчаса раньше обычного, закутавшись в теплое одеяло. Проветривайте комнату перед сном. Больше общайтесь с друзьями. Принимайте их поддержку. Их любовь и забота помогут вам справиться с осенней тоской. Проводите с ними больше времени. Ездите на осенние шашлыки, посещайте выставки, ярмарки, ходите на концерты и осенние фестивали. Проводите меньше времени в интернете и перед телевизором, хотя бы за один час перед сном. Можно завести дневник. Доверьте свои мысли и чувства бумаги. Найдите для себя новое хобби. Например, научитесь вязать, вышивать крестиком, раскрашивать по номерам, шить кукол или лепить из глины. Заведите новые полезные привычки. Несколько минут дыхательных упражнений, немного йоги, медитации, прогулки перед сном, 3 стакана воды в день. Делайте питательные маски для лица и рук. Принимайте ароматные ванны. Все эти привычки должны быть направлены на то, чтобы поддержать вас и успокоить. Заботьтесь о себе. Пейте горячий чай, кофе, какао, шоколад. Согревайте руки чашкой, вдыхая аромат вкусного напитка. Наслаждайтесь и улучшайте настроение. Продукты-антидепрессанты для борьбы с осенней депрессией. В их число входит индейка, кисломолочные продукты, бананы, цельнозерновой хлеб и фрукты желто-красного цвета. Все дело в том, что они содержат в своем составе аминокислоту триптофан. Именно она является предшественником гормона хорошего настроения – серотонина. Также диетологи рекомендуют употреблять шпинат. Он считается лучшим источником фолиевой кислоты. Ее недостаток наблюдается практически у всех людей, которые страдают затяжной депрессией. Курага, так как она богата полезными микроэлементами и магнием, который помогает бороться с нервными напряжениями и стрессом. Какао и шоколад, которые славятся своими положительными качествами в борьбе против депрессии. Вода. Обязательно употребляйте необходимое количество жидкости. Организм, постоянно нуждающийся во влаге, просто не может быть в тонусе. Многие психологи считают, что даже однообразная и невкусная еда может спровоцировать появление депрессии. Пускать ситуацию на самотек нельзя. Дело в том, что немногие люди способны без особого ущерба выйти из депрессии, а состояние между легкой хандрой и глубоким психоэмоциональным расстройством не такое уж большое. На помощь придут правильное питание, интересный образ жизни, общение и возможность посвятить немного времени себе. Теплые эмоции, дружеское общение и душевные вечера со второй половинкой – эффективный метод в борьбе против депрессии и хронической усталости. Не теряйте надежду, дайте себе больше любви, заботы и понимания. Думайте о будущем, это просто осень. Осень скоро кончится и придут другие радостные дни. Думайте и мечтайте о том, что вы будете делать, когда эти дни наступят. Идеальный вариант в борьбе против депрессии – это уехать туда, куда вы давно хотели. Это может быть курорт или какой-нибудь красивый город. Главное, чтобы там вы себя ощущали максимально гармонично и спокойно. А еще в идеале, там должно быть много солнца. Берегите себя и будьте здоровы! Делитесь в комментариях своими способами, как справиться с осенней хондроид. Если информация была для вас полезной, ставьте лайки, делитесь с друзьями, оставляйте свои комментарии под видео. А чтобы не пропустить наши новые видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. До встречи в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok